Что делать с женщиной, если она подвергается нападению? Бежать, кричать, царапаться? Все средства хороши для спасения, но известный мастер ножевого боя Арсен Меликджанян считает, что в экстремальной ситуации женщина может владеть ножом не хуже мужчины. Ситуация кажется безвыходной. Противник молодой женщины мужчина раза в два тяжелее ее. Он не только повалил ее на пол, он еще и душит ее двумя руками. Но всего лишь два движения, и вот уже девушка, оглушив нападающего, держит его под контролем. Таких приемов не было и нет ни в одной из школ восточных единоборств. Не было, потому что мастера считали, что женщина либо способна биться на равных с мужчиной, либо сразу покоряться ему. Они просто не верили, что в такой ситуации женщина способна лишь притвориться слабой и напуганной. Самое главное, делать то, чего он от вас ждет. А он от вас ждет проявление боли, испуга и страха. Пользуйтесь этим. Школа ножевого боя Маков. Сегодняшнее занятие необычное. Женщина и нож. Реальность такова, что при виде ножа теряются многие мужчины и даже подготовленные спортсмены. Все дело в психологии. Каждый из них хорошо представляет себе раны, которые может причинить нож. У женщин все немного иначе. Для них нож чаще всего это лишь кухонная утварь. Потому и защищаться от ножа им подсознательно проще. Человек тебе приставил нож. Не обязательно двумя руками, может, с одной рукой. Потому что он этим может за что-то браться или что-то. Отбило, ударило. Вышибло нож, ударило в горло, но это здесь заканчивается. Чудак отлетает. Другая ситуация. Для создания иллюзии обыкновенного подъезда свет намеренно пригашен. Стандартная лестничная клетка. Женщина возвращается домой. Едва открыв дверь, она слышит за спиной шаги. Психологи утверждают, что именно эту картину видит большинство женщин в кошмарных снах. Возможно, как утверждают инструкторы Мака, потому что они никогда не видели вот такого продолжения. Он сейчас чувствует свое преимущество. Он нож мне приставил в горло. Он чувствует, что он король положения. А вот когда у него нож отняли, и мало того, что у него нож отняли, ну, скажем, вот я ему отнял нож, я еще начинаю его сейчас, удерживая его нож, валить. Или держать вот в таком вот положении. Вот сейчас он ничего не может делать. Потому что понимает, что если он вздумает дернуться, последствия будут весьма печальные. Провести подобный спецтренинг инструкторы Мака решили прежде всего после истории с Александрой Иванниковой. Поздно ночью, защищаясь в такси от нападения водителя, который решил ее изнасиловать, она достала из сумочки нож и неосторожным движением перебила ему бедренную артерию, нападавший от потери крови погиб. Однако столь печального исхода, по мнению специалистов, можно было легко избежать. Ну, например, после того, когда отняли нож, порез эти ему лоб. У него будет кровь заливать глаза, и опять-таки ему уже будет трудно действовать. Потому что любой порез руки может привести к трагическим последствиям. Мы не будем спорить о том, насколько эта ситуация типична для наших улиц. Однако заметим, что подобный бой в условиях ограниченного пространства многими школами единоборств даже не рассматривается. Это скорее действия из арсенала спецслужб. Между тем, случаев, когда знание таких приемов может сохранить и здоровье, и жизнь, предостаточно. Вот человек сидел-сидел, ему вздумалось, что тормознул машину и полез. Вот начинает. Вот они и начали. Вот она точно и попала мне в лоб. В лоб, а потом... Да, а потом вот сюда вот. Или в глаз. Если слегка ударить, то болевой шок будет достаточным, чтобы человек отключился на некоторое время. И это, да, вот от руки, раз, и вот он. Идет вот. Проанализировав подобные действия, любой мастер рукопашного боя скажет, что в них, в общем-то, нет ничего невозможного. Воздействие на болевые точки, изгибы рук, выведение из равновесия точечными ударами, все это известно. Однако на практике владеющему таким арсеналом не хватает самого главного, основ психологии женской самозащиты. Больше всего на людей действует контраст между состоянием, когда он ощущал себя в роли охотника, с тем состоянием, когда вдруг он начинает ощущать, что жертва это он. Именно это больше всего и действует на человека, и подавляет его волю. За этих девушек можно уже не бояться. Они больше не позволят причинить себе вред. Ведь научились работать с ножом, они гораздо быстрее мужчин. Взят на вооружение, как это неудивительно, ту самую психологию домохозяек. Остается только добавить, что все эти способы самообороны в одинаковой мере могут использоваться и мужчинами. Хотя должен предупредить, защита с ножом в руках – штука обоюдоострая, и тому немало печальных примеров. А на следующий раз,